Пять минут на сцене, но до выхода месяцы тяжелой подготовки. И все для того, чтобы продемонстрировать членам компетентного жюри весь свой артистизм, грамотную речь, глубину образного проникновения и литературный вкус. У нас в этом году участвует 11 человек. В ходе конкурсных испытаний участники читают отрывки из своих любимых прозаических произведений авторов 19-21 века, российских или зарубежных. Со сцены звучат как серьезные тексты о войне, о дружбе, о любви, так и легкие юмористические рассказы. Отклик у зрителей находят и те, и те. В этот же вечер кот Матроскин и Шарик собрались на сеновале. Список недостатков дяди Федора для Кати составлять. Матроскин диктовал, а Шарик записывал угольком на кусочки желтой коры. Очень молодой, начал Матроскин. Верно, согласился Шарик. Очень молодой. А это недостаток? Конечно, говорит Матроскин. Молодой, значит неопытный. Неопытный, значит бестолковый. Успенский, Шекспир, Васильев, Железняков. Школьники читали полюбившиеся отрывки из прозаических произведений, которые не входят в школьную программу. Чтобы сделать свои выступления более яркими и эмоциональными, участники могли использовать декорации, музыку, элементы одежды. А вот Анастасия Музыревой лучше вжиться в роль шекспировской. Джульетты помогли четыре года занятий в театральном кружке. Что, если не подействует питье? Тогда я, значит, выйду завтра замуж. Нет! Вот защита! Рядом лягкий жал. Как? Что, если это я? Ведь для монаха грозит разоблачение в этот брак. А если я умру? Ты не узнаешь, что он со мной Ромео венчал. Участвую первый раз, а выбрала такое произведение. Наверное, оно более какое-то проникновенное, больше понравилось мне. Ну, да, я люблю читать такие произведения. Если для Анастасии Музыревой участие в конкурсе «Живая классика. Первый опыт», то ее тезке Анастасии Младковой уже не раз приходилось демонстрировать свой талант и мастерство в подобных состязаниях. На этот раз ее выбор пал на произведение чучела Владимира Железнякова. Чучело было в моем платье, с моими глазами, с моим ртом до ушей. Ноги сделаны из чулок, набитых соломы. Вместо волос торчало пахло. Какие-то перышки. На шее у меня, то есть у чучела, болталась дощечка со словами. Чучело предатель. А они веселились вокруг чучела, сказала Ленка. Прыгали и хохотали. Ух, наша красавица! Дождалась! Это произведение мне очень нравится, потому что оно показывает, как важно быть внимательным к чувствам других людей, как важно иметь сострадание к другим людям и что иногда в нашем обществе этого не хватает и хотелось бы, чтобы люди обращали на это большое внимание. Конкурсный марафон проводился в трех возрастных категориях. Победителям в каждой из них теперь предстоит отстаивать честь нашего города уже на региональном этапе. Ирина Пивоварова, Виктор Викторов. Наш город.